Конец весны и лето являются самыми урожайными по количеству покусов клещами, констатируют белорусские медики. Мы сочли необходимым еще раз напомнить о мерах безопасности, которые сводят к минимуму шансы встречи с лесным кровососом и рассказать, что нужно делать в случае его укуса. С началом сезона активного отдыха на природе интернет запестрел разными советами, как бороться с клещами, которых в Беларуси с каждым годом становится все больше. Боязнь быть укушенным и изобретение разных народных методов имеют под собой основания. Клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний. На нашей территории это болезнь лайма и клещевой энцефалит, которые могут привести к тяжелым последствиям. В 2021 году было зарегистрировано 157 укусов клещами. В основном укусы происходили на территории зон отдыха, лесов, а также дач и деревень и в меньшей части в чертах города. Из 196 исследованных клещей в 19% были обнаружены барелии, которые вызывают лаймборрелиоз. Как сообщают специалисты Зонального центра гигиены и эпидемиологии, в этом году клещи активизировались очень рано. Первые случаи покусов опасными кровососами стали регистрироваться уже в феврале. Из-за раннего потепления наблюдается ранняя активизация клещей в природе. Первые ксодовые клещи были обнаружены уже 11 февраля, а первые укусы зарегистрированы 28 февраля. Клещи могут вызывать такие серьезные заболевания, как клещевой энцефалит и лаймборрелиоз. В преддверии больших выходных хотелось бы предупредить тех, кто поедет отдыхать на природу, дачные участки, о необходимости защиты себя от клещей. Клещи не летают и они не прыгают. Наблюдения показали, что они главным образом располагаются на нижнем ярусе растительности, на уровне стоп, голени идущего человека. Основная мера защиты – это защита себя от укусов клещей, используя все необходимые средства индивидуальной защиты или отпугивающие средства репелленты. Они наносятся на поверхность одежды, либо на поверхность кожи, согласно инструкции по их применению. Вот почему так необходимо тщательно проводить каждый час само- и взаимоосмотры после посещения леса, дачи, парка для обнаружения и снятия клещей. Чем раньше вы обнаружите членистоногое, тем минимальнее будет возможность заражения. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо своевременно обратиться в ближайшее место организации здравоохранения, где вам окажут первую медицинскую помощь. Важно заметить, что профилактическое действие максимального эффекта достигнет только если антибиотика-профилактика будет назначена в первые 72 часа после укусов клещей. Клеща можно будет при желании самостоятельно доставить в лабораторию Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии для исследования инфекционных возбудителей клещевого барлиоза. Данный вид исследования проводится на платной основе и стоимость исследования составляет 9 рублей 64 копейки. Если вы постоянно находитесь на ограниченной территории, например на дачном участке, на которой обитают клещи, то эту территорию можно обработать специальным средством, убивающим клещей. Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии с профилактической целью проводит токорицидные обработки территорий и дачных участков. Данный вид услуг оказывается по разовым заявкам специалистов. Стоимость разовой заявки 1 сотая гектара составляет 5 рублей. Клещ – это не насекомое, поэтому средства от комаров и других кровососущих насекомых на клещи не действуют. Чтобы защититься от них с помощью спрея или крема, покупайте средства именно от клещей. В связи с тем, что территория Пинского региона является эпидемиологически неблагополучной по клещевому энцефалиту, также и в этом сезоне мы рекомендуем населению соблюдать все профилактические мероприятия и заботиться о своем здоровье.